Фу глори, молодые! Как я обещал, накидали 200 лайков и вот вам третья и последняя часть Все о караптах или проклятых донжах Две другие части вы можете посмотреть в подсказках в правом угле экрана Я тут посмотрел, что вам неудобно находить контент по караптам и статикам Поэтому я добавил два новых плейлиста, где вы можете посмотреть всю самую важную инфу по этим активностям в игре Так, хватит предисловия, давайте же по теме ролика На самом деле, вы можете задаться вопросом Что тут непонятно? Формишь боссов, забираешь сундуки с лутом, больше инфейма, больше лута Как бы не так Механика максимально проста и понятна Но, как я уже озвучил в своем ролике про порезку лута в караптах Этот процент не сильно влияет на лут, выпадаемый из сундуков Как же так? Вы меня спросите Если без лишних слов, то процент не влияет на количество выпадаемых шмоток Этот процент влияет на количество выпадаемых рун, душ, реликтов, артефактов, мешков с серебром и книг Но, абсолютно не как на шмотке Почему? В Альбионе существует механика черного рынка Я не буду сильно углубляться в эту механику, поэтому кратко поясню за шмот Все предметы, а именно броня и оружие, которые продают на черный рынок, в результате падают тебе из сундуков Если на рынке очень мало шмоток, то и падать они будут реже, поэтому лучшее время для фарма, когда на сервере мало людей Если еще сильнее углубиться в механику дропа лута, то у каждой шмотки, даже в артефактов, есть свой личный шанс дропа В определенных сундуках и мобах Например, вы можете увидеть шанс дропа медвежьих лап Как вы видите, выпасти они из мобов не могут Да и из сундуков тоже в принципе Мне за все время ни разу не падали лапы из сундуков А вот большой топор с радостью выпадет вам из сундука или моба Это означает, что артефактное оружие и броня крайне редко падают в виде лута Почему? Потому что в игре есть артефакты, которые используются для их создания Которые в отличие от артефактных брони и оружия, активно падают из прокнутых боссов и овалонских сундуков А также у каждого сундука есть свой личный предел количества выпадаемых шмоток Итак, давайте сделаем вывод Этот шанс дропа не сильно влияет на шмот, поэтому гнаться за этой цифрой не нужно Шмотки падают из черного рынка, поэтому если вам не везет, знайте, черный рынок пустует и на этом тоже можно зарабатывать Артефактные шмотки почти не падают из сундуков и мобов, поэтому даже не мечтайте о каких-то галатах из сундука А также очень важная инфа Недавно изменили механику дропа сундуков и моя статистика в проклятых стала менее актуальной Теперь она выглядит вот так Как вы можете заметить, шанс дропа лег и редких сундуков почти в два раза увеличился Но дроп стал тоже слабее Легендарные книжные сундуки вообще почти не падают, поэтому особо на лего не рассчитывайте Лучше ждите классный дроп из редких сундуков, там весь сок Также многие меня спрашивают, яти, я оформлю весь день и ничего не падает Начнем с того, что лут в охотнике и следопыте по сравнению с убийцей очень мал Вы спросите, какая разница? Разница в тире Охотник 4 тир, следопыт 6 и убийца 8 Само собой, что в 8 тире данжа будут падать только дорогие шмотки Минимум 6 тир и максимум 8.3 шмотки Серу нужно считать не только тем, что выпало из сундука А мешками и серебром из пола Именно благодаря этим источникам серебра и получается полтора миллиона за 30 минут Я думаю, ответил на все ваши вопросы в трех своих роликах по караптам Если еще есть вопросы, задавайте их в комментариях Также не забывайте, что я добавил два новых плейлиста, где находится вся важная инфа А также не забудь влепить лайк и подписаться за труды А этого самого... да?